Пресс-конференция длилась больше часа. Журналисты успели задать около 30 вопросов. Несмотря на количество наболевших и обсуждаемых тем в регионе, первым вопросом стало обсуждение бренда города. Так сильно новый логотип возбудоражил общественность. Чем больше людей к этому подключится, тем, наверное, будут взвешенные оценки. Но, честно скажу, не всегда, наверное, необходимо обсуждать всенародно, то, как, допустим, вам вылечить зуб. Понятно моя идея, нет? Иногда к этому должны подходить профессионально. Чаще всего. То есть люди, которые занимаются маркетингом, люди, которые занимаются живописью, люди, которые занимаются дизайном. То есть, ну, у нас не все на это способны. Экологическая ситуация в городе сложная. О необходимости установки очистных сооружений в Рязанском нефтеперерабатывающем заводе, говорят, уже давно, но ни сроков, ни что будут представлять из себя эти сооружения, по-прежнему неизвестно. Какие средства и в какие сроки будут выделены на реконструкцию очистных, ну, конечно, должны сказать, я думаю, представители самой компании, потому что за них мы просто этого сказать не можем. Но я уверен, что процесс идет, потому что мы встречаемся, мы об этом договариваемся. И насколько он будет быстрее запущен после того, как проектная смертная документация пройдет экспертиза, зависит, конечно, от руководства. Но мы будем просить у них, конечно, чтобы они этот процесс ускорили максимально. Вопросы журналистов касались и здравоохранения. Говорили о сроках окончания строительства корпуса больницы скорой медицинской помощи. Также в некоторых районах области и вовсе нет автомобилей скорой помощи. Нам обещают, и это должно в скором времени состояться, 23 новых автомобиля скорой помощи выделить. Конечно, и Спасский район тоже не обойдем мы в этом отношении, выделим дополнительные машины. И снова Сосновый Бор. По словам любимого, проверки законности строительства на территории санатория продолжаются. Подробности правоохранителям по-прежнему не разглашают. Сосновый Бор – это такая вещь, которую действительно нужно контролировать. И в ближайшее время город уже нам обещал по проекту ПЗЗ, правила землепользования и застройки, утвердить для того, чтобы точно было ясно, что здесь строить нельзя. Или можно строить, допустим, в каких-то уже пригодных для этого границах, но строить с определенной этажностью только. Будет ли сохранен за комплексом статус лечебно-оздоровительного учреждения? Об этом Любимов говорил еще в начале июля. И выживет ли сам санаторий? Эти вопросы пока остаются без ответа. Спасибо.